зебраж 2019 и давайте разберемся в этом ролике как сделать текстуру и сделать развертку именно в зебраж погнали вот такая винтовка вот такие саптулы подключаем текстурку импорт находим где она у вас находится подгружаем текстура находим текстуру включаем вот этот значок и туз полик сейчас текстура вот подгрузилась немножко ее прозрачность уменьшаем размерность чуть-чуть уменьшаем скайл выравниваем по цевью вот где-то вот так вот теперь переключаемся на тот саптул какой нам нужен это теперь будет приклад за это английская отключаем все это так пардон control z включаем rgb зад отключаем и стандарт и начинаем все это дело красить вот так вот красим все классно теперь переключаемся на цевьем верхняя немножко подкрасываем вот сюда его переносим зажатым альтом так чуть-чуть shift z смотрим что тут да как получилось теперь shift нажимаем на глаз у нас остается вот такая вот заготовка эту часть control мы можем промаскировать выбрать темный цвет и вот эту часть покрасить так shift на глаз нажимаем нажимаем теперь на цевьем на курок так можно чуть чуть посветлее сделать чтобы он сильно не пропадал и теперь можно вот патроны вот так у меня сделаны и чтобы видно была модель немножко ставим белый цвет интенсивность уменьшаем и вот так вот можно чуть чуть осветлить так документы немножко можно экран сделать поярче вот эту часть тоже можно немножко осветлить shift левая кнопка мыши ну вот что-то в таком духе получается так цевьё теперь переключаемся можно нажать c направив на тот цвет которым нужен уменьшить дров сайт и вот здесь вот немножко вот так вот присветлить если где-то попалась допустим вот темное нажимаете c и на низкой интенсивности переключаетесь на цевьё и вот такое где можно подкрасить вот убрать какие-то детали сильно выделяющиеся вот так вот так же можно альфу поставить восьмерочку или семерку выбрать цвет ну допустим вот взять даже с этой модели нажать на цвет который нам нужен c и вот так вот попробовать интенсивность чуть чуть побольше точками немножко парень порисовать вот так вот чуть чуть сделать вот таким вот образом так что еще можно сделать в принципе покрасить стволы и на этом можно уже текстурить интенсивность побольше альфу можно отключить и вот так ствол можно покрасить теперь можно переключиться на нижний ствол и его также оформить так shift левая кнопка мыши ну в принципе остались вот эти вот детальки так крепеж крепеж вот он крепеж и вот мы их можем тоже вот так вот покрасить в том ну в принципе вот такие вот дела тут вот чтобы не забывать вы видите что хоть и симметрия стоит где-то бывает проскакивает это делать c нажимаете вот таким вот образом и уже дорабатываете смотрим сверху так больше вроде нигде таких грехов сильных нету вроде все нормально теперь все это можно объединить или можно каждому саптул сделать развертку мы давайте все это дело объединю пока нажимаете маркс 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 даун автоматически чтоб они объединились теперь делаем дубликат переключаемся на верхний саптул нижней можно видимости краску отключить кисточку заходим в геометрии находим за рмс чтоб модель поменьше было прибавляем тенден поликрыт полигоны и прибавляем вот эти вот детализацию вот так вот стоит адаптив за рмс сейчас он чуть-чуть прогонит посмотрим что то как так можно поставить подписчик просил использовать серый цвет вот так вот выглядит винтовка и надо на нее теперь спроецировать детали включаем нижний саптул вот так и жмем project он он показывает применить цвет да применить цвет все что нужно прилепить так нижний саптул теперь можно отключить смотрим что тут получилось вот такая винтовка поле вот такая вот получилась сетка шифт выравнивает модель ну и погнали теперь посмотрим как сделать ее развертку заходим за плагины находим UV master включаем work on clone теперь жмем unwrap и ждем так вот прогон закончился теперь включаем за плагины включаем enable control painting вот этот и включаем вот этот protect теперь левая кнопка мыши shift левая кнопка мыши все это перекручиваем выравниваем x английской отключаем симметрию control половина маскируем так вот так вот вы видите что одна сторона замаскировалась одна теперь будет ровно рисоваться плагины все теперь прибавляем drop size и вот так вот все это дело красим в красный цвет так все нормально переворачиваем модель и теперь control и заходим заходим за плагины находим attract и красим все это дело в синий цвет вот так вот теперь она поделится развернется модель так вот ну и теперь заходим за плагины нажимаем on prep сейчас он все это дело прогонит и применим полностью вот эту развертку к модели и сохраним эту развертку заходим заходим за плагины после прогона нажимаем copy uvs нажимаем на нашу вот эту вот модель которая подверглась вот этой обработке и теперь нажимаем за плагины заходим и жмем past uvs прикрепить все развертка прикреплена можно теперь зайти так в uv map нажать вот эту more uv и вот так вот все это дело здесь вы видите что развернула вот такая развертка и и теперь можно more uv все это дело соединить вот так вот теперь можно в текстуры map зайти и нажать crypt найти new from polypaint вот высвечивается развертка нажать клон текст она появляется здесь вот в текстурах нажимаете левой кнопкой мыши экспорт находите куда вот он высвечивает вам формат psd jpeg png ну все вот и в пмп и в любом формате можно сохранить вот давайте в psd сохраним сохранить на рабочий стол и теперь можно саптулы и вот эту вот модель экспорт сохранить саму модель ops формат все вот такая штука теперь если все это зайти в preference и нет забрать все это сбить нажать да и и подгрузить ту модель она уже загрузится полностью uv крашеная импорт находим эту модель 2 1 открыть вытягиваем ее frame вот вы видите что она уже полностью с текстурой с разверткой прикреплена можно поставить белый цвет вот так прикольно вот такая штукенция поле f вот такая сетка как в игре вот такая штука все всем пока до свидания им и